итак привет всем это канал music rider несмотря на то что на этом канале больше снимается видео но я решил все таки дело снять видео которое посвящено будет своему автомобилю это рено логан 2 автомобиль который я приобретал 2017 году в начале вот и как правило люди которые ездят на этих машинах до тем более бюджетного класса либо такого не имеет значения обычно как происходит люди покатались там через 10 там 20 30 50 тысяч люди рассказывают как машина себя ведет и чаще всего бюджетной машины их продают скажем тогда я думаю что все вы знаете что никто эти машины не оставляет на длительный срок вот но я решил сделать такое видео объективное честное почему я езжу на этой машине до сих пор что с ней произошло за это время с чем пришлось столкнуться я не буду сейчас делать какой-то обзор такой специальный я назову сначала все плюсы потом назову все минусы нет я буду делать совершенно по-другому так как мне нравится нравится мне просто вот автомобиль я начинаю спереди и понеслась по кругу потом внутри салона по мотору подвески рассказать то с чем я столкнулся что мне нравится что не нравится что как бы что-то изменить чего в эту машину можно добавить в общем такой обзор честного честного пользователя сразу хочу сказать что я не являюсь каким-то жестким пользователем автомобилей он работает у меня в среднем режиме проезжая в год я в районе где-то 35 тысяч 40 максимум 35 значит давайте так для начала почему я решил приобрести эту машину как все получилось что у меня есть одна второй автомобиль это ford galaxy 1 98 года вот машина себя достаточно хорошо показывает но все-таки возраст дает о себе знать тем более она плати разошла что достаточно жестких условиях поэтому пришлось что-то покупать такой типа когда эти поджопнуть такой себе что-то взять потому что семья двое детей ездить нужно постоянно и заниматься ремонтами должна быть надежной и выбор пал соответственно бюджетника сначала хотел какой-то бушный автомобиль потом прикинул что нет все таки это будет не был устный автомобиль надо купить новый вот что-то меня подстегивала что сколько можно покупать эти бушки потом менять вкладывать где-то переплачиваешь вот много негатива я услышал по этому поводу зачем брать новую машину когда можно взять бушку вот переплачивать ее выгнал салона минус сразу там 700 800 долларов новую машину пожалуй я не возьму следующую скорее всего почему потому что новый автомобиль хорошо брать семье и людям вот я часто общаюсь быть там с водителями кто покупает эти машины с тобой и прочее многие говорят что ну смысла они не разбираются не могут сами поменять масло они не могут сделать самые банальные простые вещи и поэтому они приобретают машину салона чтобы обслуживал и проще заплатить дилеру который будет все это делать вот и этими заниматься в моем случае то есть я обслуживаю свой мотоцикл сам я служил свою машину сам логана по мере возможности конечно я не могу все знать не могу лезть в сердце мотора там регулировать скопана и прочее конечно я не умею это надо должен быть специалист for galaxy свою подвеску замена масла там свечи прочее банальные вещи то я могу делать сам поэтому покупать новый автомобиль нуленно совершенно смысла нет вот но с этой машиной была другая ситуация мне нужен был поджопник у меня были деньги вот я хотел пойти на шаг я должен был попробовать кататься на новой машине поездить ему ну и скажу вам я не жалею вот что чтобы забыл вначале сказать значит видео это будет состоять из двух частей то есть первой части почему двух частей потому что но я не вложусь то чем хочу сказать я не вложусь в одно видео а делать видео два-три часа я не буду это глупо согласитесь то есть мне проще сделать две видео двух частей выложите что вы могли посмотреть и ну как бы спокойно и вас не раздражало что быстрее 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 вот поэтому видео будет двух частях примерно там по времени на как будет получаться опять же говорю еще раз я никакие не делал там я скажу плюсы я скажу минусы я скажу плюсы и минусы но я буду говорить это в процессе осмотра автомобиля вот начать чего я начнут как чтоб не проще было я начну с багажника вот и вот начинаю по кругу ходить ходить я буду рассказывать что чего как я делал удобно это не удобно с какими трудностями столкнулся и опять же чего можно еще добавить все поехали еще один важный момент о чем хотел сказать для кого это видео это видео прежде всего для того кто хочет приобрести рено логан неважно новые бушные потому что я когда покупал машину понятно тоже много видео пересмотрел и как бы хотелось что была какая-то общая картинка то есть исходя из этих вот обзоров загорешься ты этим или нет мое личное мнение обзор нужно делать когда ты купил новый автомобиль впечатление вот буквально первое там пять там семь тысяч можешь сказать да пока ли капкатка идет тысяч вот сто двадцать 130 150 там как вот в моем случае когда можно уже что-то делать какие-то какое-то мнение может быть сложиться все и так давайте подъехать по порядку как договорились значит так коротко давайте значит автомобиль у меня технические характеристики рассказывать и вникать в это не буду почитаете в интернете этого полно и это и трата времени просто говорю что у меня значит рено логан у меня 2016 декабрь месяц практически 2017 года я купил его в марте месяце но 16 года купил в марте семнадцатого 113 лошадей стоит ниссановский мотор 1 и 6 мотор объем как и у всех в общем такой вот стандартно стандартная схема то есть по максималке здесь в россии я знаю что украине там по-разному там даже внешний вид автомобиль немножко отличается у меня рено логан привелишь плюс то есть есть там по моему максимальный какая-то и отличается там только мелочью то есть там по моему подогрев в сетей переднего и чуть-чуть внешне отличается ну панель прибору все там разноцветные симпатичные в целом все одно и то же у меня привелишь плюс то есть предпоследние вот и сейчас давайте по порядку начну спустя два месяца вся два месяца давайте расскажу о том что вот у меня в этом месте была большущая вмятина я сидел дома машине буквально два месяца звонок в домофон и говорят ваш номер такой так вот я бы домой они год выйдите вашу машину побили представляете я купил машину два месяца прошло я с ним пыль сдувал они умолился а тут побили машину я в шоке меня как бросил под я спускаюсь вниз стоит гаи вот стоит машина и вот в этом месте фара разбита крыло вмята а сдавала хлебовоской и вот и на углу вот этим квадратным прямо сдавила не сюда и разбила фару и повредила заднее крыло бампер был цел и значит страховка наша работает шикарно меня выплатили страховку с меня взяли за износ но я не стесняясь все это дело понятно я отправил машину новая отправил в рено центр чтоб там делали потому что ну по-другому никак фига ли я буду заниматься где-то искать запчасти проще но автомобиль делать тем более на гарантии вот я пригнал машину короче за ремонт замена фары восстановление этого и покраска там еще внутри двери это за это все обошлось страховой компании что-то в районе 620 долларов долларов вставлять то есть элемент на сегодняшний день вообще можно за 80 баксов покрасить и там рублей 50 долларов буду пришли из белоруссии по и белорусский вообще сложно где-то примерно долларов 20 там 25 можно было больше на эту фару купить и все то есть отделаться можно было в этот а я страховую конкретно вздул за это меня выбесило что с меня еще а с меня еще взяли за фару в чему я говорю за износ за износ есть такая херня чем больше год тем больше износ из тебя забирают деньги что за износ фары с меня собрали еще 10 долларов новой машины которые два месяца все равно износ то есть неважно стоит под забором там были еще где-то износ у нее уже есть все на нее пыль садилась понимаете вот такая вот классная вещь страховка каски у меня никакой не было я в машину купил за свои деньги я купил за наличные что касается зад автомобиля ну внешний вид мне не очень нравится автомобили сзади потому что ну какой-то он парфозный какой-то он колхозный какой-то недоделан немножко это единственное что не нравится дренал логан его задница вот в остальном ну как бы так не станешь не то что не нравится просто но внешний вид какой-то не и не очень но опять же то есть если вас это вообще не парит не загонять по этому поводу это абсолютно не показать вот здесь стоят обычные лампочки обычные фонарики я вам скажу честно за 5 лет почти за 5 лет за четыре стола на года я ни разу не поменял не эту лапочку у меня ничего не лопалось у меня ничего не горело вот у меня все работает идеально в этом проблем никаких нет и так по поводу крышки багажника крышка багажника на самом деле очень нежно очень хлюпка если я в галакси положил какую-то вещь да я щелку закрыл бах толкнул и она закрылась намерно понимаете там действительно крепкая сталь кусок железа здесь коробчатое говно а я сейчас не говорю что это плохо или хорошо я говорю просто факт у меня абсолютно это не парит но у меня здесь вот в этом месте зазор зазор потому что когда я закрывал крышку багажника она просто вытянулась назад за счет того что я вдавливал она так вот выгнулась что-то тяжелое вез плюс утолкалась видимо и вот крышку багажника поэтому здесь имеется вот такой вот небольшой зазор но по этому поводу как бы загоняться опять же не стоит если у вас все в порядке то у вас никаких проблем с этим не будет если вы возите нормальную нормальные веса какие-то такие нормальные габаритные грузы то проблем нету хотите габариты ставьте фаркоп фаркоп и катайтесь по объему багажника так немножко давайте расскажу еще раз про крышку багажника значит вообще машина сама идет в комплектации то есть самая простая комплектация там там нет вообще фактически ничего вот в этой комплектации тоже были какие-то тут какие-то плюшки и дополнительные какие-то ну они незначительным основном вот это вот идет все пустое все пустое вот поэтому как бы это смотрится не совсем красиво второй минус вот этой крышки багажника один из самых отвратительных минусов которые существуют это вот это вот хрень непонятно почему нельзя было придумать что-то более грамотно более толковое чтобы вот эта херня она когда закрывается понимаете она занимает пятую часть там с одной с другой стороны если в сумме взять реально занимает но не пятую на шестую часть багажник то есть как можно было сделать так коряво я вообще не представляю и зачем было так сделано вот эти вот хрени как-то я не так понимаю что ничего не поменялось и в новых моделях значит что касается смотрите вот этого сейчас я покажу на все вот эти вот такого рода штуки открытое железо есть специальные чехлы делаются делают это не компания но делают россияне другие фирмы я не знаю точно у меня стоят все свои какие вещи я вам покажу но здесь тоже есть но я уже не стал загоняться потому что на все денег не напасешься хотя сюда тоже нужно было пластиковую крышку куда поставить и вид другой бы и шумоизоляция немножко получше вот значит смотрите гнить у меня ничего нет начала здесь крышка прекрасно все супер ничего нигде у меня тут не гниет нигде коррозии нет я периодически смотрю все в порядке пока единственная коррозия у меня появилась после того как то в компании рено которых я просто ненавижу не саму компании но я ненавижу все вот это обслуживание кончено и вот эти дилеры прочее остальное эффект терпеть не могу вот они мне покрасили и часть покраски я покажу вот вот в этом месте где не красили вот тупо началась коррозия вот вот точки вот точки все в этом месте ребят начнет гнить вообще когда когда я делал машину когда они мне сделали в этом месте буквально через там они дают гарантию полгода ну где-то наверное через месяцев 5 начала отлучиваться краска я поехал туда там еще кое-что меня расскажу тоже грунт пришел грунт ласка это все но они взяли за это и типа то что-то поделали подкрасили ну результат вы видите все начал опять гнить так делает компания рено то есть она берет 600 долларов 620 даже и вот такой вот результат получается в итоге делайте выводы сами надо ли обращаться и платить такие сумасшедшие деньги едем дальше по багажнику и так багажник достаточно просторный как я уже говорил вот резиновый коврик продается в компании рено я покупал сразу вместе с этим ковриком потому что ну как называется знать когда берешь новичь уже так гулять так гулять вот поэтому я брал вот такой вот резиновый коврик он шел стоимость а вообще идет ну такой вот обычный обычный такой вот коврик стандартный тряпичный вот стандартный коврик такой утепленный в принципе он справляется со своей миссией я думаю что разницы никакой нету но если вам хочется взять какой-то прорезиненный то стоит вы знаете стоит вообще потому что тут и выливалось у меня несколько раз если вам для семьи какой-то надо есть там возле сейчас то бывает как бы вы не смотрели все равно где-то будет какой-то косяк так по объем багажный хороший внутри у меня здесь стоят с одной и с другой стороны у меня стоят сеточки сеточки которые я покупал на алиэкспрессе на самом деле эти сеточки очень помогают вот такие сеточки я покупал их на алиэкспрессе они стоят копейки с двух сторон они прекрасно просто на липучках прикрепятся вот к этому ворсу ворсу туда можете зимой вот такого рода скребочки себе это кстати fishers кремов вот и туда можете класть тряпочки какие-то любые принадлежности которые вам надо любую химию и вот такие вот штучки чтобы из со стекла ощущать вот приходишь и спарен особенно осенью детей в школу ведешь такая вот испарина на окнах и вот как бы с помощью вот этих штук очень удобно скидывать но с двух сторон и поставил они стоят у меня уже почти пять лет проблем не было ничего не отваливались они очень очень хорошо держится вот поэтому используйте сам багажник достаточно вместительный действительно залазить туда очень много но один нюанс конечно сравнение со стоп в м он имеет минус в чем он конечно больше чем вставая по моему больше но я не уверен точно по моему больше ну визуально по крайней мере там поднимаешь кладешь и все здесь здесь у вас проблемы со спиной положишь это тяжелое очень неудобно я даже пакеты везу когда с магазина то я либо запихиваю туда эти пакеты а потом доставать тяжелый пакет оттуда очень очень неудобно то есть как-то ну для его седан это минус хотя внешне мне логан нравится больше седан дело вкуса в степ в в этом проще у меня соседа стоп в и он открывает багажник там все легко достается в ровной спиной поэтому если есть нюансы со спиной учитывать пожалуйста этот момент комплект идет здесь домкрат вот хороший домкрат нормально работает но как-то крутится он как-то по еврейски и с другой стороны для буксировки есть баллоне баллонный ключ и вот такой вот обычный крючок который для буксировки служит так теперь давайте покажу вам что находится под ковриком значит сразу хочу сказать у меня автомобиль на газовом оборудовании вот рекомендую настоятельно кто не боится газа ребята экономить у нас топлива каждую неделю поднимается на одну копейку ну было русскую я не знаю как посчитать вот поэтому у меня стоит газовое оборудование здесь у меня стоит газовый баллон не смотрите на эту и вообще на будущее ребят будьте очень внимательны вот эту штуку я после зимы взял и просто дернул и отодрал и получилось так что у меня видите полкается кусками теперь не повторяйте моих ошибок дождитесь пока это все нормально оттает и спокойник аккуратно снимаете эта штука нормально претензий к ней нету все сделано классно утепленная лично очень довольны шумка хорошая здесь стоит у меня баллон баллон стоит за 55 литров и если вы видите то у меня весь багажник изнутри обшит ну как бы звукоизоляции такой вот по поводу звукоизоляция потом похоже скажу изнутри здесь вот еще один важный момент которым я вам хотел сказать который нужно и нужно нужно особенно обратить внимание и постоянно за ним смотреть смотреть внизу перед баллоном в этом месте скапливается очень много жидкости очень много воды это надо периодически контролировать и постоянно смотреть потому что там начнется коррозия и я уже изнутри смотрел уже какие-то нюансы начинают появляться поэтому я вам очень настоятельно рекомендую ребят будьте внимательны здесь всегда просматривайте вот и вообще сюда тоже продается очень классная такая штучка вот если у вас базе запаска должна стоять вот здесь должна быть запаска и кризис продается специально такой вот контейнерчик который вы можете вкладывать инструменты там всякую ерунду он есть тоже продается его можно найти ровненько сюда ложится вот я советую вам им пользоваться и под него иногда заглядывать вот дальше ну здесь понятно все поэтому я думаю объяснил здесь все понятно теперь смотрите вот у меня здесь вот вот у меня здесь находится вот такие пластиковые чехлы здесь вообще полная галазьба находится изначально у самого производителя здесь у меня пластиковые чехлы здесь у меня тоже пластиковый чехол снизу здесь обычный стандартный кусок железа ничего здесь нету здесь тоже у меня стоит пластиковый чехол и я это все установила нот откручивается чтоб лампочку поменять и все легко делается вы знаете что неоднократно эта штука мне выручал это очень много бывает часто ставишь чего-нибудь сюда и уцепляется так бы за железо и давно уже было коррозия какая-то вот я поставил все штуки и с ними с ними очень комфортно и удобно еще вот сюда рекомендую настоятельно панель тоже продается цепляется у меня ее нету вообще я вам рекомендую сюда панельку тоже ставить вот в это место что еще сказать поводу задних сидений складывается вот там сверху вот эта штучка железная она конечно мешает но вот это вот сама часть складывать сюда можно положить я даже доски иногда возил и проблем никаких не было еще раз вот давать вам сеточки покажу которые цепляются и с этой стороны видите у меня с одной стороны есть а другой ничего нету здесь крепится по умолчанию сами вот эти все принадлежности которые идут комплекте к любому автомобилю да и тут вот дизиновый коврик ну коврик опять же говорю рекомендую здесь водостоки надо быть очень аккуратным когда зимой открываешь и здесь собирается очень много снега и ну будь тоже будь тоже аккуратным потому что иногда можно поцарапать машину так дальше поехать ну закрывается очень легко все нормально вот это вот замочек вот этот вот у его можно настраивать там как вам удобно ну и только удобно исключительно чтобы вам подходило чтобы он закрывался нормальный комфортно короче иногда бывает можно облажаться вот это собачка вверх и вы не закроете замок поэтому ляпайте так аккуратно прицеливайтесь ну пользовался один раз пользовался штырем и тянул ford galaxy на меня поломался я утянул так ну здесь что ничего особенного крепление номера обычно все обычно да да еще ребят очень советую вам но почему-то у меня по стран постоянно умирает вот ребят смотрите эта камера камера заднего вида у реношек официалов она стоит просто бешеных денег сейчас я поближе немножко она все функции справляется очень хорошо стоимость ее там ну теоретически смешная там поможет до 20 долларов она стоит она хорошо справляется но но у меня вторая уже и умирает ровно отрабатывать полгода умирает у кого-то по три года кто-то говорит что работает прекрасно не знаю у меня она умирает я уже 3 купил почему так происходит не знаю так все давайте будем двигаться дальше диски в принципе нормальный по коррозии особо нет за четыре года принципе диски выглядят нормально и придираться там тому что они там заржавели еще что-то абсолютно смысла нету я ничего с ними не делал я их не красил никак не обрабатывал нормальные вполне себе хорошие диски я видел человека когда приходил на то там ездил официальному дилеру он плевался там матюкал эту машину что у него видите диски вы там на через полгода или там через год уже покрылись ржавчиной ну правда они были ржавые какие-то где он ездит я не знаю я езжу стандартно и везде и меня в принципе все диски устраивают каких-то там нареканий ну да там ездит коррозия ну извините они еще тысяч четыре года и без задней мысли вы их выкинете и совесть будет чиста колпаки колпаки конечно очень мощные оригинальные хорошие колпаки чтобы там не говорили если сравнивать такого же уровня колпаки то поверьте мне это ну колпаки какие-то которые будут стоить немалых денег я думаю минимум будет стоить сотку комплект долларов потому что ну копаки хорош хорош действительно держится крепко одевается правда также крепко ну дело привычки просто резин значит резину я не менял на этой резине я отъездил четыре с половиной года вот состояние протектора часом покажу конечно я спереди перекидывал назад их надо уже можно было уже менять но у меня есть подозрение что в этом сезоне я мало ездил потому что беру шли кататься на мотоцикле я думаю что следующий сезон я еще тоже согрешу с ними но вообще с ними уже есть проблемы то есть реально четыре сезона 5 такой везде нормальный с дорогими более-менее городскими кольцо город я думаю что ну с ними можно покататься еще четыре сезона стабильно можно нормально отъездить все потом наверно можно менять резина здесь по умолчанию 185 на 65 r15 будет просто нормально резина ровная спокойная летний зим все претензий нет здесь сзади стояли дополнительные у меня бунгаляки такие и защита то есть я когда покупал машину я доплачивал и мне устанавливали по-моему я не буду утверждать точно и спереди и сзади ставили защиту и я не жалею о том что я ее поставил надо было куда-то хоть разобрать может почистить там что-нибудь но я уже этим не занимался все поэтому защита там там есть и это здорово и так по поводу заправки и нючка все остальное вот поближе можете посмотреть нигде никакой коррозии ничего нет но я езжу на газу я туда-сюда нее не юзаю и специально установил газовое оборудование под задний бампер и советую всем это делать многие когда устанавливают газ они выводят сюда вот этот заправочный шланг сам ну это заправочный как называется ну вы поняли вот я сюда не ставил он у меня стоит сзади под задним бампером почему потому что газовщики стали советовать и рекомендовать не ставить потому что здесь очень быстро все начинает сгнивать особенно у таксисты которые часто ездят заправляется в общем все гниет как видите здесь никаких проблем нет абсолютно нормально нигде не коррозии ничего все в порядке сюда 95 98 бензин так написано на лючке но я вам хочу сказать я заправляю 92 бензином ездит он точно так же как 95 можно вообще не загоняться и спокойно кататься я никаких минусов не увидел все поэтому смело заливайте и катайтесь давайте сразу по поводу расхода вам сказать ну расход где-то получается у меня в среднем 6 6 с половиной литров по трассе нормально это средне катаешься по городу где-то литров 8 она жрет 8 8 с половиной 92 бензина зависимости как вы купите в каком стиле у меня выходило где-то примерно так сейчас езжу на газу все поменялось только плюс 1 литр это на газу я один раз удается прокатиться 6 полна литра у меня получилось по трассе ну я так ехал как бомж вот поэтому на году ехать выгоднее это однозначно потому что топливо бензин это конечно космос сейчас стоит стоит ли с этим связано все поэтому все 92 бензин смело можно заливать смело можно кататься я не знаю может новых машинах что-то изменилось не думаю вряд ли вообще ставьте на газ есть люди которые категорически ненавидят газ большие глупости потому что у меня две машины на газу я на газу уже езжу около 13 лет одной машине и вот на это четыре года езжу сейчас газом это не то что раньше было сейчас газ поставить вообще не проблема 400 долларов у тебя стоит газ причем тебе дают в рассрочку никаких трудностей нет поэтому я рекомендую ставить газовое оборудование вообще не загоняться откатаетесь и продадите машину по поводу салона давайте я наверное немножечко попозже буду когда салон залезу я там послал точно так подробно тоже пройдусь сейчас давайте пройдемся немножко по по дверям не знаю там по комплектации двери для начала ручки 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 ручка принципе достаточно удобно легко открываются главное зимой не вырывать не рвать их чаще всего зимой проблемы не сама ручка открыть закрыть а чаще всего она может поломаться я думаю только в том случае если вы откроете и дернете сильно дверь потому что она вот здесь примерзает поэтому силиконом желательно зимой конечно промазать вообще все открывается легко очень быстро в течение в течение двух лет в течение двух лет очень сильно заржавели вот эти вот петли значит я пытался обратиться сервиса там они буквально там наверно через не знаю там через сколько через год они стали ржаветь двери стали туго открываться я стал поехал сервисный центр гривот как бы надо поменять на что они говорят что петли не являются гарантийным случаем то есть это элемент не кузова это просто элемент как отдельный какой-то как расходник поэтому я просто смазал тут можно в дэшка я честно говоря обычным силиконом попшикал и вот они стали лучше открываться ну да периодически за этим просто смотреть все и никаких проблем нету вот в целом двери хорошие по дверям подкрывать по закрытию открытию по размеру если уж так углубляться да то есть в целом по дверям никаких там по открытию закрытию там это никаких претензий нету значит теперь давайте немножко расскажу про двери про двери про обшивку что у нас здесь имеется по дверям значит стеклоподъемник вот эти стеклоподъемники на самом деле их можно подключить они не светятся когда включаешь габариты но вообще можно сделать так чтобы они светились и люди так делают у меня тоже передние стеклоподъемники так светится там перемычка в интернете есть как это сделать но неплохо когда они горят как-то такие вместе вид неплохой вот здесь ручка для открытия дверей карманчик который вполне себе удобны ручки тоже комфортно и удобные вот музыка здесь музыки отдельный разговор давайте наверное когда пройдусь туда я сразу скажу музыка здесь говно говно от слова полная поэтому что касается музыки я конечно здесь изменил поменял что я сделал я скажу немножко попозже когда уже буду про салон рассказывать обшивки пластик вот но вы знаете что такой же пластик стоит фальсваген тигуан такой же дубовый я не вижу в этом никаких проблем абсолютно в этом пластики многие кричат а вот пластик пластик да похер какой пластик вообще объективно он никакого никакое полезное свойство не несет этот пластик абсолютно вот поэтому он работает нормально он не скрипит не трещит вообще такой сверчок солидный по всей машине слышен конечно сейчас где-то последний год стал слышать когда едешь в тишине по каким-то таким уже жестким ямам ты слышишь там скрипнула там так вообще как бы машина никаких сверчков нету все в порядке пластик этот отрабатывает очень хорошо я его снимал несколько раз и ставил много раз никаких проблем не было здесь открывать дверь легко им комфортно никто никогда еще не жаловался так дальше значит важный момент который я должен хотел сказать у меня здесь внутри эта машина вся полностью все двери вот багажник передние двери задние здесь стоит звукоизоляционная наклеена этот материал и не знаю как называется где не запоминаете термин если честно вы уж извините там я думаю сами разберете вот плюс здесь находится еще теплоизоляция помимо звука и честно говоря я когда поставил я переживал что ну вот наверное капец я поставил сюда теплоизоляцию и сейчас там я открою а там будет капец там будет все мокро все будет ржавое потому что если звук то наклеивается проблем никаких там пленка такая толстая смолой то теплоизоляция это просто такой материал такой утепленный вот такой вот это толщины примером и я просто приложил и закрыл его этим вот этой обшивкой я недавно как-то открывал смотрю да нет все в порядке сухая обшивка мне уже напугали что она будет там вода влага да фигня все недавно я снимал на какой-то из дверей все нормально прекрасно зато звукоизоляция в машине просто замечательно и если буду продавать я вижу кому-то это будет просто подарок потому что это просто шумки здесь нету от слова совсем все это что касается дверей так здесь давайте по поводу стекол вот стеклоподъемники электрические все в порядке работает это у нас немножко произносились вот такие вот видите вот такие вот шторки вот выцелить с одной стороны но не на самом деле очень сильно выручают для ребенка дети и когда вот дети спят это солнце светит как-то их так одеваешь и становится комфортно но я должен сказать вот о чем что вот эти вот шторки на зиму лучше снимать потому что светит светает рано а темнее и темнеет рано и чаще всего как бы к забираюсь и бывают со школы или куда-то выезжаешь утром еще темно и они мешают все-таки на зиму их надо снимать это будет совершенно справедливо они держатся нормально не произносились конечно же деформировались немножко но в целом они стоят хорошо то есть без задней мысли спокойно ими можете пользоваться и проблем никаких не будет все так еще какой момент по поводу уплотнитель вот эти все резиновые уплотнители лучше конечно промазывать на зиму силиконом и так передняя дверь ничего замысловатого нету все то же самое что из задней двери вот стеклоподъемник ручка динамик передний карман карман широкий много туда очень влазит поэтому удовольствием пользуюсь есть в передних дверях один такой вот минус который мне не нравится это у многих так и многие с этим борются вот здесь слышите достаточно скрипучая ручка я допустим принципе особо не ощущаю вот этого скрипка но многие многих это раздражает многие там какие-то подкладочки делают вот и чтобы она не скрипела то есть ну такой вот нюанс есть на самом деле и ну как бы игры меня это не парит ну люди избавляются они скрипят они реально поскрипывают короче мне лично пофиг стеклоподъемник хватает работают хорошо проблем с стеклоподъемниками не было все четко опять же можно сделать и не загоряться внутри стоит шум внутри стоит теплоизоляция с этим дверь сама по себе она очень тяжел такая ну не очень но тяжеловатая закрывается легко закрывается с хорошим звуком не как банка консервная и так по поводу зеркал зеркала нормально информативные хорошо в них все видно все в порядке лично мне хватает многие жалуются что что-то их там не устраивает не знаю мое мнение зеркала очень хорошая и . все теперь давайте по поводу хрени нацеплены на зеркала вот это вот ребята абсолютно бесполезное говнище не берите не покупайте якобы какая функция должна была быть когда идет дождь они должны защищать от дождя стекло когда туман с утра они тоже каким-то образом туман не попадает сюда на зеркало должен не попадать оставаться здесь так вот все это полное говно и полная чушь вот эту вот штуку я стал чисто для красоты ну как такой козырёчек все от дождя он не помогает никакого тумана не помогает это полная муть если вам не надо просто тупо не ставьте она не поможет вам не ничего сделать абсолютно никаких положительных свойств нанесет что касается зеркала дальнего видно вот это вот мертвой зоны зеркала сразу вам скажу я не представляю как я вообще раньше ездил без этого зеркал я просто не представляю это такая помощь я настоятельно рекомендую всем поставить потому что ну я мотоцикл тоже поставил но как-то у меня зеркало маленький немножко неудобно ну как бы там на скорость реакции когда мотоцикле а в машине как бы наоборот то есть ты посмотрел голову повернул спокойно и ты видишь я уже привык у нас выставку я выезжаю у нас 8 полос и получается все что выехать тебе на разворот чаще всего мне нужно на разворот чаще всего я должен выехать поехать четыре полосы сумасшедшего движения вот и когда я выезжаю то вот этим зеркалом с той стороны да не как бы особо погода не делает вот это зеркало открывает полностью все четыре полосы и я вижу точно ехать мне или нет в общем ребят зеркало мертвой зоны мне кажется нужно каждому абсолютно потому что ну я не представляю как без нее можно без него можно кататься в основном зеркало вполне себе нормально с этой стороны ставят повторители с обычными лампочками работают ничего особо об этом не скажешь ну работает работает но дополнительно почему нет но принципе дизайн зеркала на мой взгляд очень даже неплохой двигается тоже вращается по-разному видите он принципе никаких проблем у меня не было это понимаю что они складываются наверное как-то но никогда не практиковал никогда мне это не нужно было здесь стоит антенна вот антенна тоже регулируется вперед назад и я не и никогда не трогал для чего потому что если я буду ее цирка туда-сюда то просто-напросто она потечет со временем то есть не эти головные боли совершенно не нужны стоит и стоит миссию свою выполняет радиостанции ловит проблем у меня с ней никаких нету нормальная антенна нигде не цепляется просто вещь которая ну стандартные автомобили вполне меня устраивает но еще хочу сказать по поводу обзорность я не показал давайте сейчас я покажу что у меня стоят здесь дефлекторы дефлекторы в принципе они какую-то минимальную функцию дождя выполняет но я больше стал ее для красоты с ними конечно смотрится намного симпатичней вот поэтому вот поэтому ставить есть смысл но за счет вот этих вот немножко теряется обзорность вот эта стойка переднюю дефлектор они немножко закрывают обзорность поэтому подумайте надо не вам или нет хотя бы по этой причине по стеклу у меня здесь есть два скола я поймал первый один из них сейчас вам покажу видите да ведь как на фото это удобно вот скол один посередине он принципе никуда не разошелся он также и стоит а второй у меня был видите трещина сейчас я покажу у меня был удар где-то вот почти у самого края где-то здесь ну и соответственно все это дело как тонуло дальше это было два года назад два года назад мне просверлили здесь засверлили дырочку ребята заделали буквально стоимость ставила ну вам не соврать наверное доллара 3 вот они заделали сказали 50 на 50 может пойдет может не пойдет не пошло пока два года я катаюсь пока не пошло стекло менять не буду я потому что мне совершенно это не надо все в целом хорошо здесь у меня вот небольшой скол видите сюда вообще я все собирался еще никак не поставил сюда ставят такая резиночка вставляется сюда и идет по всему верхнему лобовому стеклу она немножко защищает резиночка это вот каких-то там ударов от прочего но я себе не поставил тем не менее смотрите удар есть скол и как таковой коррозии нет здесь это как бы наверно ну порадовать поэтому сюда тоже лучше поставить какую-то защитную итак теперь я хотел бы поговорить по поводу дворник по поводу дворник смотрите дворники я приобрел вместе ну понятно вместе с машиной до фирмы там отрио по-моему они делают вот и эти дворники отходили у меня где-то ну где где-то вот я недавно поменял 4 4 с половиной года и они просто середины уже повырывались резинки но они честно вот реально 4 года они выхаживают поэтому если вы не жалеете денег возьмите просто купить эти дворники поставьте заново вот и будет вам счастье но у меня тоже стал такой вопрос дешевая машина у меня тоже стал такой вопрос нужно было покупать дворники я пошел покупать дворники пошел а там ценники где-то в среднем так ну в долларах давайте это наверное долларов 25 примерно что такое по стоимости комплект дворников бош можно было поменять сюда поставить я ходил искал думал что подешевле не париться чему это потом вы знаете что нет все таки я так подумал что я говорю ну двор я узнал функционал одного мужика и он не горит и принесите дворник я вам поменяю резинки один раз покажу будете дальше сами менять стоимость резинок составила полтора доллара полтора доллара пара я высушу что дайте мне резинки думали поставлю сам таки фиг с ними я поставил резинки сам вот здесь конечно стояли такие как типа гибридные щетки есть такими штуками которые немножко в ответа прижимают дворник ну не знаю пока еще толком не проверял но на данный момент на данный момент здесь стоят резинки стоимостью полтора доллара вот я поставил это стоят старые щетки родные которые были просто заменены резинку ради интереса я вам сейчас просто ради интереса я сейчас просто покажу пущу воды и запущу эти щетки и вы посмотрите как долларовой резинки работают как они потом покажет себе я не знаю может быть и будет ерунда но вообще как бы даже сезон отходят ребята полтора доллара я пойду куплю еще три-четыре месяца отъезжу и абсолютно меня это будет не парить подавать им покажу сейчас как это выглядит вот думайте сами то есть вам нужно заплатить 25 баксов до или вам достаточно доллара полтора чтоб поменять просто самому резинки и не заниматься фигней я говорю даже если они отработают мне зиму там три-четыре месяца их выкинула то я за полтора доллара поставлю буду кататься дальше все на этом все писюльки еще один минус который есть здесь и которым я должен сказать здесь стоят писюльки вот эти которые пускают да не знаю как и называют когда в бачке мало жидкости они очень сильно завоздушиваются иногда их очень сложно прокачать это минус у всех насколько я знаю у всех вот этих вот бюджетных реношек и стабоев и логанов поэтому возможность наполняйте бачок полностью вот так будет спокойнее вам и потому что какой то есть где-то лупанет или грязь или что-то я не в нужный момент сработает сумочка фильме брат в простоте сделал такой не встанет нужный момент все вот самими дворниками с моторочками прочих делами проблем никаких не было все работало отменно все работает четко крепление здесь идет bayonet arm bayonet arm по-моему называется правильно обычный штырье они все по-моему идут уже такие с такого года вот поэтому и ну решать сами какие дворники вам нужны так давайте дальше ну давайте сейчас помороть автомобиля поговорим немножко фары света не хватает кто-то меняет дополнительный кому-то там что-то не хватает они просто не ездили на моем голосе хватает света и дальние и ближние меня все устраивает вообще без претензии свет для меня даже не то что средний он очень хорош вот не нравится поворотники нормальные лампочки под лапки сразу хочу сказать что касается лампочек я менял уже ну раза три наверное один раз решил тоже сэкономить вот годы идут становишься постепенно жлобом жалеешь бабок вот и я пытался сюда поставить лампочки дешевые какие-то российские вообще-то столь копейки там они там одна лампочка по-моему там два доллара я поставил логина 2 доллара два месяца и отработали все причем умерли я сначала эту поставил потом поменял одну потом заехал до дома поставил вторую разница в 20 минут они умерли так это умерла через 20 минут умерла вторая вот я жалел уже на филипс и купил нормальные лампочки все отражатели работают хорошо лампочки свет хорошо поворотники видны лампочки на поворотники на эти все нормальные стандартная дешевая хрень все меня устраивает спереди на радиаторе у меня стоит решетка я ее покупал сразу же устанавливал завода я платил деньги чтобы они мне поставили эту решетку на радиатор сразу вот решетка радиатора нужно и об этом писали не то что реношники все пользователи говорят поэтому я рекомендую ставить ее сразу можно самому купить поставить это не проблема что касается противотуманок двоякое мнение кто-то говорит что противотуманки ерундовые кто-то говорит что ничего по мне они так в тумане они свою функцию выполняют в принципе они немножко дают света нельзя сказать что они плохие нельзя свою функцию в целом они выполняют неплохо не у вау конечно но это противотуманки все думаешь это должно быть что-то вау такое веришь можно что-то как-то тут доработать и у тебя тут будет какая-то красота ну-ка противотуманки принципе в целом меня устраивает это что по передку что еще сказать не знаю но внешний вид в принципе неплохой стандартный классический никаких тут нету таких нюансов там которые бы не знаю там отличались стандартный бюджетный автомобиль с внешним видом что касается капота вот под капот тоже я клал бы какой-нибудь там шумоизоляцию но у меня пока ничего нету вот с капотом с капотом есть нюансы не с внешностью а с внутри капота еще о чем я хочу вас предостеречь ребят ни в коем случае не ставьте вот сюда вот это вот защиту от камней или прочее это все полное говно вы ушатаете и поганите капот у меня просто стоит новый капот потому что я по гарантии капот заменил у меня начали вентиляционные отверстия гнить я сейчас вам покажу вот начали гнить эти отверстия и я по гарантии успел еще поменять капот меняет капот в логане наверно процентов 70 или 80 людей меняют капота не гниют реальный гниют к этому надо готовить лучше изнутри отработать сразу гниют именно изнутри они снаружи вот поэтому не ставьте вот у меня я помню капот я съездил уже полтора года у меня нет ни одного сколышка ничего нету а это херня только от одного крепления у вас только гряди появляется спереди что не дай бог короче не ставьте эту защиту от камней лучше затяните бронепленку заплатите и будет больше толку нежели вы сюда поставите вот это вот дерьмо не ставьте категорически вас устрястся замеряем вот юбка юбка такая нормально я бортик стандартный стандартный бордюр вы заедете нормально ничего не повредив хотя несколько раз у меня бывало что я там цеплял задевал и чуть-чуть царапалась у меня вот все ну вот в целом попередку все капот я менял давай сейчас вам покажу где какие проблемы у него ну вот ребят вот это цитадель зла с одной стороны тут рядышком с другой стороны но ничего не меняется вот эти вещи гниют вам упорно рассказывают что они их обрабатывают что они что-то с ними делают все равно никто ничего не обрабатывает ребята это грандиционные отверстия эти они гниют начинает 1 потом 2 3 пошло дальше по этой причине меняется капот это происходит практически у всех рено лока почему-то говоря что больше всего это у логанов почему-то и у логанов я не знаю чем это связано но короче здесь проблема это гниет у всех к чему это говорю что гниет следите потому что у кого-то начинает гнить через три месяца а у кого-то это начинает гнить через три года поэтому что вы постоянно это место контролировать не надо ничем его обрабатывать не надо ничего делать потому что вы обработаете через три года у вас он сдохнет поменяйте капот и обработайте мне сказали что обработали то действительно было что-то намазано ну как видите результата никакого причем гнить стала но именно лето вот и все вот эта штука ничего на не дает хрень полная если честно до большой ну раз уже открыл капот большой плюс которым не надо просто сказать обязательно нужно сказать ребята это амортизатор который стоит капоте это просто классная вещь ну поверьте вот зимой приходишь кнопочку нажал открывается он работает хорошо никаких претензий нету никогда не давал никаких сбоев открывается легко и это действительно вот у рено это хорошее решение проблемы в этом плане конечно они молодцы это большой плюс